В школе номер один существует театральная студия «Ровесник» уже более 20 лет. Развивает творческие возможности детей бессменный руководитель Виктория Кретина. Все эти годы она старается сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной. Театральная студия «Ровесник» работает у нас с 98-го года. Значит, это у нас три группы. Получается, пятая, шестая класса, седьмая, восьмая группа и девятая-одиннадцатая класса. Получается, три группы у нас, но занимаются дети, которые в основном работают, то есть учатся в нашей школе. Ну, если кто-то придет с другой школы, пожалуйста, то есть таких мы никому не отказываем. И вообще, кто желает, все приходят, записываются. В студии три возрастные группы. Это около 50 человек. Творческий процесс постоянный. Каждую неделю новый спектакль. Причем над декорациями и костюмами дети работают сами. Репертуар весьма разнопланов. От пьес и сказок, затрагивающих самые актуальные проблемы молодежной аудитории, до русских и иностранных классиков. Я работаю в основном с учителями литературы, МХК, истории, иностранного языка. И мы, как по программе, вот они проходят какие-то произведения, мы стараемся эти же произведения взять и как-то кусочки хотя бы познакомить детей поближе с творчеством этих классиков. Но вот в этом году, если в прошлом году у нас год кино было, то в этом году у нас год экологии. Поэтому мы стараемся брать больше экологического такого материала, чтобы показать. Действительно болит душа за то, что кругом засоряется вот наша природа. Выходишь рядышком в парк и все кругом, бутылки, банки. И просто удивляются, как могут люди вообще так безобразничать. Занимаются ребята с удовольствием, так как публичные выступления помогают раскрыть таланты, учат общаться со сверстниками. Сотни детей прошли через студию за время ее существования. Многим она помогла выбрать будущую профессию или просто определиться, чем заниматься в жизни. Ну, думаю, свою будущую профессию как бы связать с чем-то вот этим, с чем-то творческим. И поэтому я вот так пробую, экспериментирую и вот так далее. В этом году ребята показали уже не один спектакль. И не только в стенах родной школы. Они с радостью участвуют в общегородских и районных мероприятиях. Сегодня на суд зрителей юные артисты предложили спектакль, посвященный проблемам экологии. И называется он «Хламящее окаянище». В дальнем-дальнем лесу, на маленькой горушке, в небольшой избушке, Жили-поживали, годы коротали. Старичок-лесовичок и старушка-лесовушка. Дружно жили, лес старожили. Из года в год, из века в век. Их не тревожил человек. Девят, смотри, каком красота. Классный отведешь. Львов и ягод сколько хочешь найдешь. Да, бабка, мирно в нашем лесу живут звери и птицы. Мы нашим лесом можем гордиться. А еще были у них два помощника, два медведя. Хлопотун Миша и Ворчун Петя. Такие ласковые мирно с виду. Они не давали лесовичков в обиду. Да все было ладно, все прекрасно. Да однажды осенним утром ясным, Неожиданно с верхушки елки высокой Тревожно закричала сорока. Я сорока, белобока, спешу сообщить всем. Лес спешат люди. С многим из вас погибеть будет. Убегайте, прячьтесь, спасайся, кто может. Попрятались звери, разлетелись птицы. Выжидают. Что же такое случилось? А это люди за грибами приехали. Рома, врубай музыку подробче! До самого вечера машины гудели, А старички в избушке спрятавшись сидели, И ночью бедные глаз сомкнуть не посмели. А утром солнышко ясное выкатилось из огорушки, Осветило и лес, и избушку-вековушку. Вышли, старички на развалинке посидели, По сторонам посмотрели и обомлели. Дед, смотри, лес не лес, а какая-то свалка, Которой и лесом-то назвать жалко. Банки, бутылки, бумажки и тряпки Разбросили повсюду, беспорядки. Да что же это творится-то такое? Ну что ж, бабка, будем лес прибирать, мусор убирать. А то ни звери, ни птицы здесь не будут водиться. И тут весь мусор закрутился винтом, И выросл мусор, а звери непонятные площади. Я планище, покаянище, Костями крыглю, похода весь лес облачу, А-а-а-а-а, вдоль дороги по кустам, Хлам, 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 По нехоженным местам, Хлам, 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 Я берегий, многолитий, Я бумажный, я железный, Я класс массово полезный, Я бутылочно-стеклянный, Я проклятый, окаянный, Поселюсь в вашей судьбе, А много будет принесет, па-па-па. Дед, страшно-то какие, Давай медведя на помощь позовем. Э-гей-гей, хлопотун и ворчун, К нам на помощь разбежите. Уходи по добру, по дорогу, Разорем, расхитаем. Что осталось делать к хламещу окаянищу? Только бежать. Что делать? Как до хламеща окаянища добраться? Сколько можно за ним в поле с угоняться? Приуныли старички, Притихли медведи, Только слышат, кто-то идет, По лесу поет. Идет, а это лесная царица, Идет, возмущается, Громко ругается. Что это? Столько мусора в лесу валяется, Убрать немедленно ведь этот хлам. Да не справится она, Это не просто хлам. Это хламща окаянища. Зверь непонятный, Неопрятный. Не вижу никакого зверя, И вам не верю. Лесная царица нагнулась, За бумажкой потянулась, Поднять хотела, А бумажка от нее улетела. Ишь ты невидаль какая, Вот так зови, Просто куча хлама, Плачет у тебя хорошая яма. Лесная царица рукой махнула, За бумажкой потянула, Раступилась яма, Свалился туда хламящая окаянища, На дне залег, Подняться не смог. Вот так годится. А что, если снова приедут, Что нам тогда делать? Нужно людям обо всем сказать, Что нельзя при помощи обижать. Все погибнет тогда кругом, Ведь наша планета, Это общий дом. Хорошо, Пусть так и будет. Успокоился лес, Старички-лесовички Вернули свою избушку-вековушку, Живут-поживают, С медведями лес охраняют. Хмурится небо, И солнышко светит, Лес, он прекрасен, И радостно светит. Шепоти листьев, Дыхание ветра, Столько отрадок и радости свет. Нежные звуки и чистые краски. Лес, это самая дивная сказка. Субтитры создавал DimaTorzok